Народная славянская радио Народная славянская радио Добрый вечер всем! Здравия! Ну ладно, я в сторонке постою, представил ты меня, покраснил я прям. Ну давай, продолжай. Ну в прошлый раз мы говорили, наверное, немножко о скучном, о развитии полушария головного мозга. Ну для кого-то, может быть, это очень интересно. Нейрохирурги, нейрофизиологи. Для кого-то это где-то далеко, подумаешь, пишут что-то. Но сегодня мы будем говорить о интуитивном сознании, и все наши беседы, они тесно связаны между собой, потому что, наверное, станет понятно, что интуитивное наше сознание развить без практик тех, о которых мы говорили в прошлом нашем эфире, это практически невозможно. Ну вообще начнем с чего? Что такое интуитивное сознание? Это, конечно, вещь интересная, многие трактуют по-разному. Вопросы, которые были в прошлом эфире, они показали всю глубину и широту наших представлений об интуитивном сознании, логическом мышлении. Поэтому, наверное, надо будет немножко уточнить нам, о чем мы все-таки говорим. Существует, как я говорил, может быть, изначально было не так это ясно, о том, что есть у нас логическое мышление, о том, что есть у нас ассоциативное мышление и интуитивное сознание или интуитивный слой сознания. Ну, мы можем перейти в классику и определить немножко по-другому. Логическое мышление – это дискурсивный вид мышления. То есть, когда у нас принимаемое решение в логическом мышлении, оно принимается через дискурс, а, грубо говоря, через постоянную мыслемешалку в голове, через так называемый постоянный диалог. Ну, монолог, наверное, диалог, сам собой-то не говоришь сильно. А вот интуитивное мышление, оно у нас без диалога. То есть, оно даже трактуется, и даже еще древними греками обозначалось, как нечто такое мгновенное постижение, непосредственное мгновенное постижение, озарение. В отличие от дискурсивного познания с помощью логических умозаключений. Ну, потом это все действительно достаточно сильно развелось в нашей психологии. И, в принципе, даже какие-то серьезные методы по развитию интуиции, как таковой, были созданы, развиты. Вот мы, наверное, будем говорить об этих методах, ну, причем о тех, которые попробовали, о тех, которые действительно работают, и о тех, которые являются базовыми для, ну, в представлении, может быть, в моем, людей, которые обучались, которым это дело принесло большую пользу. О том, что мы не делали, мы говорить не будем, потому что это, наверное, кто-то другой скажет. Потому что есть, допустим, развитие интуиции с помощью так называемой аффирмации. То есть, когда специально подобранными словами, ну, что-то не нейролингопрограммирование можно привести человека в состояние, когда он начнет что-то говорить. Можно заниматься гипнозом и много-много других такого рода возможностей существует. То есть, если говорить о истории этого процесса развития интуиции, то хотелось бы все-таки, несмотря на то, что, ну, наверное, нет такой задачи говорить об истории, будем говорить, скорее всего, о практике, ну, следует все-таки упомянуть, что развитие интуиции – это не нечто запредельное или какое-нибудь там волшебное или свойственное только определенному кругу лиц, ну, каким-нибудь потомственным колдунам и еще что-нибудь такое. Нет, это свойство, которое доступно каждому, практически каждому. Но это тоже вот все, что я говорю, я стараюсь говорить из того, что прошел на опыте, что знаю, что совершено каким-то образом совместно с другими людьми. И поэтому попрошу, так сказать, внимательно отнестись к этим словам. Действительно, интуиция доступна каждому. И в какое-то время даже интуитивные способности человека становились на службу государству. По крайней мере, я знаю такого рода школы или целые научные центры. Они были в Штатах в свое время. И у нас было военное подразделение, которое этим занималось. Ну, не то, что военное. Занималось этим достаточно долго целая отрасль. То есть, тратились очень большие деньги. Занималось несколько, больше десятка институтов интуиции. Для того, чтобы, в принципе, применять это дело, ну, как сказать, в безопасности государства. Много говорить я не буду, потому что и не надо, наверное. Но могу сказать, что результаты были достигнуты именно интуитивного сознания. Результаты использования интуиции, вот как вот трактуется древними греками, так оно и есть. Не с помощью дискурсивных каких-то практик, не с помощью танцев, бубнов, каких-то там, ну, гипноза или там красного дыма Кастанеды. А с помощью развития интуиции в совершенно таком простом штатном режиме. И это действительно, если человек этого хочет, то он этого может достигнуть. А вот теперь попробуем подумать, как это можно достигнуть. Смотрите, какая подсказка сразу существует. Есть тип мышления логический. Помню, задавали, как раз, вопрос по логическому мышлению. То есть тип дискурсивного характера. Когда мы, причина есть, у нас следствие, мы каждое свое решение получаем из предварительного, из причины получаем следствие. Решение или рассуждение. И мы получаем ответ на вопрос. Причем так получается, что мы вытаскиваем, можем вытащить ответ на вопрос с помощью логического мышления. Из своего знания. То, что мы не знаем, у нас здесь не выскочит, не получается. Ну, никак. На то он и дискурсивное мышление логическое, что здесь нет никакого инсайта, нет никакого приходящего откуда-то. То же самое, можно сказать, про с активным типом мышления. Где связаны, где, собственно говоря, как я тоже рассказывал, несколько итераций происходит за одну. То есть более прогрессивный дискурс, логический такой, последовательный. Долго-долго, одним за одним, мы приходим к какому-то выводу. Здесь получается, что наше знание тоже лежит в нас. Где-то мы знали, где-то мы набрались информации. Разложили по полочкам и связали с какими-то ассоциациями. Это тоже тренируется. Это очень хорошая практика. Есть так называемые майнд-карты или карты разума, можно назвать. Можно просто ментальные карты назвать. Где можно, скажем, выступление на 4 часа записать на один листочек. Благодаря ассоциативным связям с теми или иными рисунками. А самое главное, благодаря правильному выстраиванию структуры вашего течения, ваших мыслей. То есть, когда мы начнем рисовать, как наши мысли протекают, мы увидим, что она фрактальна, структура. То есть, древовидна. Вообще, фрактальность это в природе, она, ну, не только чрезвычайно. Вся природа, она на фрактальности стоит и держится. В фрактальности, кто-то скажет, что голографичности, и тоже будет прав. И когда мы используем ассоциативную память, то мы, таким образом, конфигурируя ее в фрактальной позиции, с помощью ментальных карт, можем, как сказал, свернуть наши знания в очень маленький объем. И с помощью ассоциативных рядов, в которых возникает там какая-то рисуночка, у нас сразу выкидывается по этому поводу целый раздел мыслей. Мы можем быстро мыслить, быстро решать проблемы, быстро приходить к каким-то выводам. А если работать долго с ментальными картами, то еще приобретаем, это тоже, я говорю, что это из практики, и только из практики у нас такое интересное были обучение, исследования свои собственные. Мы очень свободно в этом отношении живем, нам очень интересно. Приобретается объемное мышление с помощью ассоциативных процессов. То есть, когда мы начинаем обратную связь с помощью изображения так называемых ментальных карт себе поглощать своим разумом, то у нас получается, что мы видим результат, приучаем видеть результат объемно, сразу, не доходя через долгую дискурсивную линеечку, долгий дискурсивный поток логического мышления. И вот следующее у нас появляется непосредственное постижение, озарение и так далее. Интуиция. Причем интуиция касается не только интеллектуальной деятельности, но и творческой, наверное, в большей степени. Конечно, интуиция – это то, что увидел Менделеев во сне. Но в то же время, наверное, представляли, когда вы читаете гениальные произведения, вроде бы слова такие же, как и везде. Сильно они не отличаются. Есть слова, собранные, допустим, в каких-то стихах, каким-то образом, но они звучат так, что что-то внутри задевается, что-то внутри отзывается, начинают работать даже образы, эмоции, какие-то мысли возникают. Это означает то, что поэт пользуется своим интуитивным мышлением. Ну, все-таки приблизимся к самой теме, а как же нам ее развить? И сразу можно сказать, что этот вопрос лежит прямо, как я говорил, в этом понимании, в этом отличии от дискурсивного мышления. То есть, если мы каким-то образом, наш постоянный поток, а ведь поток-то у нас логического мышления, он не прерывается, попробуйте остановить мысль. Это практики высшего порядка. Тибетские практики существуют по поводу остановки мыслительного процесса, не разрушающий человеческое сознание без всяких практик остановки сердца, дыхания. То есть, это практически невозможно. А интуиция лежит за этим потоком. То есть, это примерно можно посмотреть, увидеть, как... Представьте, мы подошли к полотну, по которому идет скоростной поезд. Он идет так быстро, что мы не видим, что там за этим полотном. А нам надо узнать, что там за этим полотном. Там нечто есть, которое нам необходимо. Мы даже не знаем, что, но мы точно узнаем, когда мы это увидим. Ну, вот надо либо остановить поезд, суметь, либо научиться фрагментировать вагоны в этом поезде. Он же быстро идет. Сначала мы даже... Все мелькает, когда мы учимся даже попробовать и такое сделать в жизни. Различать вагоны, там, считать их, как в детстве. Мы считали, когда мимо проезжает, сколько же там вагонов в этом большом поезде. Начинаем смотреть между ними сначала. Начинаем смотреть в этих маленьких таких экстробоскопах. Вот это спонтанная интуиция, которая появляется у многих без особой подготовки. Вот озарение. Раз, инсайт. Не постоянное действие, постоянное владение этим пространством интуитивным. А вот такого рода инсайты. А если мы сможем каким-то образом остановить этот поток, то мы сможем добраться до того, что за этим поездом. Такое сравнение достаточно примитивное, но, по крайней мере, оно близко к реальности. То есть получается так, что если мы сможем остановить свой мыслительный поток нашего дискурсивного мышления, логического дискурсивного мышления, то мы можем добраться до интуиции. Ну и наше сознание, конечно, не то чтобы внушаемое, оно практически управляет всем на свете через себя. То есть если мы решим, что так будет, то так и будет. То есть если мы будем уверены в этом и одновременно не сосредотачивать, не вовлекать свои мысли вот в такое положение, что вот мне надо получить интуитивный какой-то ответ на какую-то загадку, то к этому мы можем прийти. Как остановить поток? Откуда он берется? Он берется из самого простого такого понятия, как называется вовлечение. То есть представьте себе, вот попробуйте как-нибудь присесть, тихо, мирно, не обязательно там какую-нибудь позу лотоса, и просто не то чтобы перестать думать, а проследить свои мысли, не идя за ними. Ну как, появляются мысли, мы начинаем ее думать. Нет, просто пусть проходит. Это чрезвычайно трудно. Но возможно. То есть в этом случае понимается, что наше сознание как-то постоянно в дискурсе, постоянно уходит, вовлекается в этот дискурс. Есть внутренний дискурс, есть внешний. Ну, наверное, мы еще поговорим по поводу внешнего дискурса, исходя из того, что внешний, так называемый дискурс, вовлечение во внешнее наше взаимодействие с людьми, оно тоже достаточно интересно. И зная, как устроено сообщество, зная, как устроены слои общественного сознания, матрицы общественного сознания, можно много чего добиться, много чего сделать. Тоже вовлекает, тоже мы думаем о каких-то наших взаимоотношениях. Где-то есть и внутренний дискурс. Или постоянная, может быть, саморефлексия сграждает этот дискурс. Ну, можно это вовлечение потихонечку натренировать, чтобы его не включать, или оно было минимальным. Чем меньше вовлечения, чем меньше этих вагонов в этом большом поезде, который мчится у нас, тем больше у нас доступа к интуитивному сознанию. Вот это вот такой серьезный фактор, который позволяет это сделать. И это делается. Вот, допустим, такое упражнение есть. Можете попробовать его. Очень интересное с точки зрения познавания себя. Но только, конечно, на результаты сильно не смотрите. Потому что, скорее всего, 90% выполнит не до конца его правильно. Но, по крайней мере, можете увидеть. Попробуйте. Ну, это после передачи, наверное, потому что сейчас вы вовлечены в эту передачу. Смотрите сами. Вовлечены в передачу, вы вовлечены в мою речь. Можете себе записать или потом прослушать, сделать мысли в дискурсной, то есть логическое мышление. Они всегда идут последовательно, друг за другом. И причем по одной линии. Не может быть две мысли одновременно мыслить. Либо, так сказать, одна мысль появилась, потом возвратилась на первую, до того, которая была, и снова вторая пошла. Поэтому попробуйте фрагментировать свои мысли. То есть вы присели, перед вами листочек чистой бумажки, желательно побольше, ручка, и быстро написали, о чем вы думаете. Два-три слова. Обвели кружочком. Следующее, что у вас появилось, какая мысль, стрелочку поставили. Если у вас появилась мысль, которая у вас уже написана, стрелочку поставьте к этому месту. То есть в течение минуты для начала этого достаточно, вы можете увидеть рисунок вашей мысли. Первый раз, когда так делают, люди, конечно, очень удивляются, там цветочки такие рисуются, начинают видеть, как вокруг чего-то кружится это все. Ну, конечно же, это нужно сделать в спокойном состоянии, когда у вас, вы не вовлечены в сам процесс. Вот я сделаю такого рода эксперимент, вот это как я напишу. То есть не думай об этом. То есть здесь вывод сразу появляется, что одним из факторов получения доступа к своей интуиции – это спокойствие, это расслабленность, это не зажатость, это не постоянное размышление о том, получится или нет. Тоже есть замечательное упражнение, которое делают у нас все, кто учился, учится. Это выписывание. Ну, делается, конечно, это упражнение, все-таки честным буду, после практики, о которой мы говорили на прошлом занятии. Когда мы, так сказать, прочистили, запустили мозги, одним из эффектов вот этой вот процедуры как раз являются дырочки, что ли, в области интуитивного мышления, интуитивного сознания. Так вот, вечером, когда никто не мешает, тоже взяли тетрадочку и полчасика пишите. Пишите все, что вам приходит в голову. Не думайте, о чем писать. Постарайтесь не думать, не мыслить. Не то, что это какая-то будет психографика, ни в коем случае, просто пишите. Пишите, что придет в голову. Сначала будет бред. Тоже не волнуйтесь. Это действительно так, потому что мусор, который у нас, мало того, в поезд идет, да, еще и закон выбрасывает все, что попало. Поэтому у нас очень много мусора до того бесконечного, безмерного поля, где у нас лежит вся информация, которая есть. Примерно через месяц, я еще говорю, что это по опыту, как мы проходим, это опыт, через месяц после занятий, проводим занятия активации синкровизации полушарий, месяц люди занимаются, начинаются появляться какие-то связанные, связанные, не то чтобы мысли, а связанные описания каких-то, как бы это сказать, ну не мыслей, а событий, каких-то... Ну, в общем, рождается что-то связанное. Да. Законченное что-то такое. Да, каких-то смыслов. И в этих упражнениях у нас получается, что мы рождаем свободу своего сознания от постоянного дискурса. То есть мы потихонечку тренируем доступ к этому полю, которое находится за вот этим поездом. Конечно, это не самая главная практика, но даже если вы попробуете пофрагментировать мысли, это уже серьезное упражнение, которое у нас дается уже после активации, синхронизации полушарий. То есть получается так, что мы от самых простых таких моментов что-то выдернуть, переходим к моменту, когда мы можем получать некий поток постоянный из этой области. Тут стоит вопрос другой. А как с ним работать-то? задавать вопросы, ждать ответы. И будут ли эти ответы правильны? Будут ли они из поезда, выкинутой бумажкой какой-нибудь? Либо они будут действительно из-за этого поезда? Здесь тоже есть специальные упражнения для верификации, то есть для установления этой правильности. То есть так ли это та или мыс пришла? Ну и, конечно, то, что я говорю, это нечто такая дорога прямая, линейная, что можно достичь. Есть еще много параллельных обязательных упражнений, практик, которые дают баланс эмоциональный. Вот будем говорить о женской интуиции, забегая вперед, скажу, в принципе, и у любого человека отношение с интуитивным стоем сознания, оно очень сильно завязано на эмоциональном балансе. То есть я хочу сказать, что много способов есть. Есть способы, о которых я говорю, они на практике реализованы. много уже людей получили такую возможность. И это не великое такое дело, которое доступно только кому-то и чему-то. То есть, в принципе, развивать интуицию можно. Ну вот, пока я рассказал частично, наверное, в вопросах будет еще больше. Хорошо, но обрати внимание, что сегодня я вопросов практически не вижу, хотя очень много людей, но, видимо, подготовились слушать больше, нежели чем задавать вопросы. То есть, если в прошлый раз у нас было много вопросов, и я боялся, что мы не успеем, то в этот раз просто тишина и сидят и слушают. Знаешь, такое ощущение, что пришли послушать уже конкретно на занятия. Хорошо, они просто сейчас мысли ловят, как я сказал. А, тренируются, тренируются. Да, уходить от череды мыслей и просто провожать их, провожая. Да, не увлекаться. Вагончик прошел, вагончик прошел. Хорошо. Не увлекаться. Да, напоминаю, друзья мои, если у вас появляются какие-то вопросы, и вы слушаете живой эфир, потому что еще есть у нас эфир в записи, то в этом случае вам необходимо все-таки оказаться в чате Народного славянского радио. Для этого вы должны в любом поисковике, абсолютно в любом, находясь хоть на Луне, набрать Народное славянское радио, попадете на сайт славомир.орг. Это пока адрес основного нашего сайта. Дальше. Ищите слово «чат». Нашли, нажимаете. Появляется окошечко. Введите логин и пароль, если вы ранее были зарегистрированы. Если еще не регистрировались, то в этом случае зарегистрироваться. Логин, пароль придумываете и указываете очень простой e-mail, без каких-то там хитрых символов, знаков, сердечек и прочего. Потому что чат старенький, он не любит этих всех заморочек. Вот что попроще. Главное, не забывайте логин и пароль. Это один раз делается. И потом вы можете уже пользоваться чатом, задавать вопросы, общаться с друзьями и так далее. Поэтому вот если у вас есть вопросы, то вы сейчас можете этим воспользоваться. Такой уникальной возможностью задать вопросы. Ну, пока вопросов нет, продолжаем разговор, как говорил Карлсон, глядя на падающего Мишку в окно. Ну, хорошо. Ну, тогда, значит, я еще больше заморочу людей. Может быть, тогда я дам одну из практик верификации информации, которая приходит к вам? Ну, конечно. Давай. Ну, тогда, значит, сделаем следующее. Это не тайное такое знание. Вполне оно, даже если оно когда-то было тайным, да, то пусть оно будет явным, от этого ничего плохого не будет. Значит, делаем следующий образ. Следующим образом. Ну, психологически это можно назвать психофизиологический я, так называемый. Каждый пусть задумает, придумает себе вопрос, на который он знает заведомо неверный ответ. То есть, как можно, так сказать, и чтобы он цеплял все-таки, чтобы он был действительно такой серьезный, кардинальный вопрос. Иногда задают такой вопрос, типа, у меня там один брат есть, сколько у меня братьев, отвечает заведомо неверно два. И не работает, потому что неизвестно, а где был папа в какой-то командировке. То есть, это вот, надо вопрос с очень четким знанием, что это действительно, то есть, знанием, что это действительно так, и ответ, что это не так. Так вот, садимся ровненько, ноги не перекрещиваем, руки не перекрещиваем, удобно, дышим ровненько, можем глазки прикрыть. В спокойном состоянии, которое у нас возникает, мы задаем себе этот вопрос и отвечаем себе же заведомо неверно. И слушаем себя. По-разному это все дается, просто надо настолько расслабиться, чтобы услышать себя, свое тело, свое эмоционально-физиологическое состояние, а может быть-то и ментальное. То есть, буду немножко вперед убегая, что если действительно вопрос, вы отвечаете неверным, у вас возникает какой-то дискомфорт. Вы его фиксируете, какой он возникает, у разных по-разному. Ну, вот сейчас вот пусть попробует, я потом скажу, что как обычно это бывает. Вот. И могу сказать, что вот этот вот простой очень принцип, он очень действенен. То есть, его можно применять в любом виде, но только не злоупотреблять, чтобы это не замылилось, потому что, ну, бывает так, что слишком часто делаешь, у тебя там в голове опять возникают остатки послемыслия. Ну, вот если сделали, могу сказать, что обычно это, если неверно отвечаешь на вопрос, серьезный для тебя вопрос, отвечаешь его неверно, начинает сосать под ложечкой, еще так говорится. Где-то сердце начинает прижимать. То есть, в области груди, как обычно, говорят, что да, сердцем чувствую. Поэтому мы называем еще это упражнение «Верификация сердца». Вот примерно такая вот практика есть. Уже две практики вы получили. С удовольствием пользуйтесь. Теперь развивайтесь, это называется. Ну, развиваться можно и нужно. Как я сказал, главные принципы у нас достаточно простые. У нас дискурс логический, да еще с вовлечением в те или иные события, взаимоотношения. Он практически закрывает нам наше большое «Я», лежащее в области интуиции. Я, в принципе, говорил в прошлый раз, что это как раз интуитивное сознание, это то, что нам наиболее лучше подходит в настоящее время. То есть, мы, по идее, должны очеловечиваться сейчас именно в этой области. Там, где знания, они, собственно говоря, ну, они беспредельные, скажем так, им надо только уметь пользоваться. Поэтому, если помните, я говорил тоже о словарно-смысловом интерпретационном аппарате. Очень важный вопрос. Если мы имеем такой он слабенький, то мы хоть там, не знаю, спать будем в интуитивной области своего сознания, а оттуда ничего не вытащим. Потому что будет тык-мык, три слова, и сказать там ничего не сможем. Поэтому это тоже очень важно. То есть, практически наше я расширяется потихоньку в это время, в наше время, которое есть. Расширяется и, оказывается, захватывает с собой еще и часть интуитивную в свое полное владение и в свое полное пользование. Но пока мы еще будем мыследробилкой заниматься в голове, вовлекаться в те или иные события, какие-то взаимоотношения постоянно, в большей части, я бы сказал, непродуктивный. Когда начнешь делать ревизию вот этого вовлечения, то как-то, так сказать, становится грустно. Грустно и смешно. Владимир, а вообще так вот по идее, даже человек, если уже решил заниматься этими практиками, развивать интуицию, интуитивное сознание, то в этом случае какой должен быть результат, скажем так, через неделю, если он раз в день, ну, к примеру, так полчасика сидит и занимается, следит за мыслями, задает себе вопросы, следит за ответами, которые внутри него происходят, через месяц, через год? Замечательный вопрос. Действительно, результаты, они существуют, но немножко они интерпретируются не так, как ходишь до того, в это чистое, светлое озеро своего собственного сознания. Конечно, этими упражнениями не отделаешься, нужно сначала действительно активизировать сознание, вывести из минуса, как я говорил, хотя бы в стандарт, комплекс мозг-сознание, и дальше осуществлять вот эти практики, выписывание того же. Как я говорил, через месяц, примерно не ранее обычно после выписывания появляются некие стройные мысли, стройные сообщения, стройные построения, тоже тавтология. А дальше возникает очень интересный эффект. Эффекты, сначала человек как, хочет узнать все, свет, мы же зеркало скажи, или всю правду расскажи, и ждет, какой вопрос в ответ ему придет, верифицирует потом сердцем, правильно, неправильно, и одновременно. То есть, задавать вопросы начинает, причем, применяя тоже выписывание, он задает вопрос и начинает писать, не думая, не вовлекаясь в то, что пишет, и действительно что-то получается. А затем, через некоторое время, он такую вещь очень интересную для себя обнаруживает, что он, задавая вопрос, только задает вопрос какой-то для себя, себе же, и тут же получает ответ из разряда так ведь это же так. То есть, практически, если человек сумел, то есть, в результате тренировок и в результате практик, ну, практик жизненных, в конце концов, потому что в конечном итоге полностью владеть интуитивным сознанием помешает эгоизм, самый простой человеческий эго, то он становится самим знанием. То есть, он и знание, он себя отождествляет самим знанием. Единственное, что достаточно трудно его интерпретировать бывает. Вот примерно так. Естественно, что жизнь сама меняется из нескольких причин. Первое, меньше вовлечения в пустые мысли, меньше вовлечения после таких практик, делается, допустим, карта мысли, фрагментации мыслей или охота за мыслью, мы называем. В начале, где много написано, за минуту там столько всего, на листочке не умещается, все там перемешано. Через какое-то время он пишет всего одну-две мысли. То есть, у него практически, практическая эффективность его сознания повышается в разы. То есть, он знает, он заранее, во-первых, знает, что и как произойдет. Он может верифицировать любое событие, любое слово, которое скажет ему человек-другой. То есть, он знает заранее, ну, как заранее, когда человек ему говорит это самые первые шаги, он начинает слушать через сердце, верификации сердца. И он знает, что говорит правду или неправду этот человек. События, допустим, если он начинает анализировать не через дискурс внутренний, который долго вокруг мусолит, 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 так и не вымысолит, а через напрямую, опять же, верифицирован, он может каким-то образом это событие хотя бы на первых порах отнести к каким-то для себя отрицательным, положительным, опасным, не опасным. То есть, я могу сказать, что какие результаты, вот результаты то, что можно говорить, ну, допустим, разведгруппы чувствовали, где засада, шли по другим тропам, или определялись минные поля на карте, или определялись места для ударов военных по той же карте с точностью определенной совершенно, причем там с ответственностью очень большой, допустим, стоит школа, а по ней нужно ударить, так сказать, там боевики находятся и проверяют, и что действительно там боевики, а не школа, не дети. То есть, это уже высший пилотаж, но это другие совсем практики, очень жесткие с точки зрения четкой цели. Это не касается развития человека, а что касается развития, ему становится свободнее жить. Я могу сказать, что где-то через год, но этими практиками, конечно же, нельзя останавливаться, потому что есть еще практики внимательности, когда вынутое из вовлечения сознание, оно уже имеет доступ к интуиции, с ним мы работаем на предмет сосредоточения внимательности, сосредоточения сознания как внимания. То есть, мы выходим из вовлечения сознания и уже таким фокусным получается в наше сознание как фокус, как внимание, можно обратить на все, что угодно, и это будет совершаться. То есть, это уже идет дальше в комплексе. То есть, будем так говорить, после месяца работы результаты явные. Можно ли сказать, что в данном случае то, что мы сейчас называем интуицией, это так или иначе является в более широком понимании ясновидение? Ну, когда вот ты стал говорить, что человек задает вопрос, засада впереди, нет, пойду другим путем. Дальше можно задать, а что там в засаде, может быть, не над другим путем, может, я один справлюсь. А вот там минное поле, а может, я проход там найду. То есть, более глубоко, то есть, он уже знает, вот если считать, как считают сейчас, то, наверное, нет, поскольку ясновидение сейчас, оно немножко по-другому действует, но это долгий такой разговор, а это, наверное, можно считать частью яснобытия. Есть такой новый термин яснобытие, наиболее, наверное, подходящий, когда ты ясно, потому что это, мы приходим к своему нормальному состоянию, мы начинаем обладать собой, самим более, чем мы имеем сейчас. А ясновидение, оно, можно назвать, конечно, но в сложившейся практике это вроде бы как другое обозначает, там, в какой-то, какие-то там астральные формы и так далее. Это как раз не касается того ясновидения, которое экстрасенсы проявляют на своих битвах и так далее. Ну, смотрится, все случаи, достаточно интересно. Туда же можно добавить ясноухость, язноглазие, ясномыслие. Это будет совсем здорово. Ясномыслие это хорошо. Да, ну, а на самом деле, сам подумай, ведь если у тебя ясные мысли, если тебе ясно, что ты как и мыслишь, ясно, куда они приводят тебя, ну, это же вообще это уникальный человек по современному представлению в мире вообще, как мы живем, тебе понятно все, мысли твои ясны и чисты, и все здорово. А тут как загрузятся люди, а потом приходят, ой, и то у меня не это, и так у меня не так, и то, и все, и пятьдесят, и больной я весь, айболит и так далее. Ну что, давай вопросы позадаем. Давайте. Испугались люди, вот видишь, вопросы пошли задавать. Ты сказал, не будешь задать вопрос, сейчас закрою эфир и все. Вот, сразу раз вопросы пошли. Хотя была реплика, говорит, ну, тут же тебе даются практики, а не просто какие-то дискуссии. То, в общем-то, о чем говорить-то? Практики слушать, надо исполнять. Ну, согласен. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Владимир. Как по твоему мнению интуиция и родовая память отождественного чувства у женщины? Его особенности поясни. Благодарю. Значит, если мы говорим об интуиции, я так немножко, может быть, постеснялся идти дальше, глубже. Ведь интуитивное поле, это можно сравнить или можно провести аналогию из рядом стоящей антологии. Это хроники Акаши те же самые. То есть там, где у нас очень много информации, и она не имеет своего предела. То есть любая информация обо всем. Это то, что как мы понимаем в сознании ограниченным линейным временем. Есть такое еще понимание. И в этом интуитивном поле время, ну, либо его, что его нет, вряд ли кто поверит, но течет по-другому. Ну, я думаю, что так лучше думать, потому что это, в принципе, уже поле вневременности. И, конечно же, содержит всю информацию, в том числе и родовую память. А родовая память нам можно ее тоже интерпретировать как очень интересное вот такое сравнение. Это все к притче сравнение, это не догмы. Это вот представьте себе, что мы вот человек, в нем есть много клеточек разных, имеют они разную совершенно функциональность, но связаны на едином ДНК. И каждая из них работает. Одна работает в голове, в мозгу, одна работает в эпителе, чтобы, умерев, стать защитой организма. А вот представим такого большого человека, род, в котором каждая клеточка – это человек. Естественно, совершенно, что вся информация об этом и все находится как раз именно в интуитивном условии – там. Так что это, скорее всего, можно так говорить ближе к этому. Только родовая память, то есть род, не связан с тем временем, которое мы понимаем. То есть родовая память, это и выглядит она по-другому. То есть нету прошлого, нету будущего, она просто есть и все. Есть сразу вся. Вот так. Это раз. А что касается женщин и мужчин, конечно же, отличается, но отличается, скорее всего, не сама интуиция, поскольку хроники Акаши, они одни для всех, а подход к этому, окраска. Потому что для женщины, мы действительно с разных планет, если так будем говорить, ну, в кавычках, конечно, строение сознания совсем отличается от мужского или мужского от женского. И у нас, по-моему, тема целая есть про женскую интуицию. Если забегать… очень далеко мы не будем забегать, просто так отличается. коснемся чуть-чуть, да. Отличается за счет другого отношения к эмоциональному балансу. Понятно. Так, следующий вопрос в эфир от Елены из Рязани. Существуют ли какие-нибудь ограничения при проведении практики, например, негативные эмоции и так далее? Ну, естественно, что негативные эмоции, с ними никуда лезть не надо. Это Ряз. На каком-то уровне, то есть, можно интуиции достичь в состоянии существующем. Хороший ты или плохой человек, остановив свой внутренний диалог. Если ты останавливаешь внутренний диалог, то эмоций нет никаких. Ни негативных, ни позитивных. А вот если дальше глубже лезть, то влияет очень сильно как раз отношение к самости, отношение к эго, отношение к корости. Серьезно влияет настолько, что является естественным предохранителем. Мы об этом говорили в прошлый раз. Естественным предохранителем для того, чтобы эгоистично залезть туда, где можно управлять ограниченным миром. И все? Ну, по-моему, хватит. Хорошего понемножку. Нет, ну, негативные. Есть еще, конечно же, давайте так сказать, добавим, конечно, добавим, что есть ограничения психических расстройств, потому что может кто-то остановить свой диалог и вдруг взорваться там какие-нибудь двойники внутри появятся и так далее. Конечно же, никакого алкоголя, никакого там курения, в том числе каких-то там веществ, которые вызывают галлюцинации и так далее. Это все вещи, которые они могут, наверное, дать установить диалог и другой завести как какое-то такое движение. но это разрушительно, это ломает человека, особенно в этих практиках, это может быть, человек очень тонко по тонкому льду идет, если он еще не подготовлен, то еще и там какой-нибудь наркотик себе принял, там накурился что-то или выпил. Это тоже ограничение, серьезное ограничение. Ну, то есть не прибегаем никаким липо дополнительным средством психотропным, а просто занимаясь тем, что за свой счет своими способностями развиваем себя и свои способности. Можно добавить добра и любви, это всегда очень хорошо влияет. Хорошее дополнение. Ёлка, вопрос в эфир. Так, интуиция и совесть одно и то же? Благодарю. Ну, наверное, рядом, но не одно и то же. Ведь, смотрите, как интересно, совесть вещь такая, которую никто объяснить не может. пытается европейский, так сказать, кто любит истину, а не правду. У нас отличается как Россия, она всегда при своей правде, а в Европе всегда, в Европе, ну, может быть, там еще дальше, поскольку Новый Свет и все равно Европа, всегда была истина, то есть правило. Должно быть так, почему же он, типа там, встал и дальше идет? Он же проиграл, он же должен признать поражение уйти. А у каждого русского человека или у евразийского, ну, скорее всего, вот того самого, где Россия, есть своя правда всегда. Поэтому совесть, это мало определяющаяся всяческими науками, такая суть, что ли, скорее всего, это как раз свойство Бога, которое в человеке находится постоянно. И вот она, если есть, она есть. То есть, будем так говорить, что совесть все-таки, конечно же, она вместительнее, чувствительнее, бесконечнее, чем просто интуитивный слой сознания. хорошо. 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 Не будем гармонию измерять геометрией и математикой. Дальше вопрос эфира от Олега из Иркутска. Из Иркутска. Может ли интуиция заменить мозговую, логическую деятельность, если развить интуитивное сознание до совершенства? Ведь зачем, по сути, напрягать причинно-следственный аппарат, если будешь знать наверняка, как поступать в той или иной жизненной ситуации? Или все эти качества созданы Всевышленными силами вместе, не зря и не случайно? Благодарю. Ну, вопрос, конечно, правильный. Его все, наверное, для себя задают. Чего мне думать? Если мне, значит, как, пусть там что-то думает, что-то такое думать. Это вопрос интересный в чем? Ну, не видел я еще такого, чтобы можно было не думать, а все знать. Как только ты начинаешь все знать, тебе здесь места нет. Ты все уже изведал, поэтому и ограничение в виде тела, или разграничение в виде разума дополнительно к другим, оно исчезает, и оно не нужно. Если мы говорим про интуитивное создание, где все начинает объединяться, все-все-все в единое, то ведь существует этот мир, где все разделено. И, в принципе, закон любви, он и примерно можно выразить так, что это объединение разделенного и разделение объединенного. Поэтому, чтобы этот континуум не ломался, и существует жизнь здесь во времени, разделенная, и существует жизнь интуитивная. Скакать между ними, вот человек будет скакать между ними, либо он будет в интуиции, либо он будет в логике, пока он не разрушит, так ведь и его так говорю, не разрушит в себе понимание времени линейного от прошлого к будущему. И все равно он никуда не убежит, он просто преобразуется настолько, что он будет гармонично существовать и в нашей жизни, и в интуитивном сознании. Причем такая есть очень интересная вещь, обладая, так сказать, до совершенства, совершенства, пусть не до совершенства, обладая интуитивным созданием, ты становишься сам знанием. То есть практически ты можешь знания достичь любого, но привнести сюда логический мир, в мир линейного времени, ты вот так вот все раз и не можешь. Ну вот как можно объем разместить в линию? Нет, это получится, как вот с кремом шприцом на торте вырисовываешь, там в креме много, в шприце много крема, но ты можешь это нарисовать только линией, в зависимости от насадки. То есть можно сделать следующее, можно, допустим, получить какое-то интуитивное знание, ну даже фундаментальное или нет, и вместо того, чтобы учиться там какому-то очень серьезному знанию здесь в логическом нашем мире там три года, можно быстро освоить это знание там за три месяца. То есть получается, интеллектуальные возможности повышаются. А ломать мир за счет каких-то такого рода проявлений, чтобы я вот все знаю, я здесь это проявлю, свое знание. Ну такого не бывает. Ты-то когда говорил, что когда все становится понятно и ясно, человеку здесь делать нечего. В общем-то я с тобой отчасти согласен. На самом деле человек сюда приходит для того, чтобы все необходимое ему для дальнейшего продолжения жизни в других мирах или в другом виде познать. И когда он свою проходит меру, он отсюда уходит. Но с другой стороны, ведь есть так называемые учителя, которые должны проводить какую-то ревизию, какое-то новое введение давать людям. И поэтому они должны знать как минимум больше, а может быть и все на этой земле. И тогда он именно с этой точки зрения он знает все по отношению к людям, но естественно по отношению ко всему он вряд ли что-то может знать тоже. Вот мы по отношению земного уровня. Замечательный ответ на вопрос, который был. Я хочу еще добавить такое интересное сравнение в этом отношении. Да, возможно будет знать все. И все равно будет делать то, что надо. Да, вспомните Христа в саду гемефсианский, как он называется, когда он знает, что будет, да, и говорит, отец, неужели мне надо выпить эту чашу яда? А в принципе, пусть будет так, как надо. Вспомните, это же то же самое из этого же примерно. Ну, в общем, да. Необходимо сделать то, что нужно сделать. Вот для этого дают сознание. Ну, в общем, здесь мы сейчас переходим в такое философствование. Я думаю, что поняли, о чем мы с тобой говорим. Ёлка написала здесь по поводу совести. Совесть – это нашептывание предков. То есть, когда тебе вот так вкладывают. Ну, и сразу ответ такой Ингварий отвечает. Ёлка, кому нашептывание, кому и дикий ор. Ну, и ответ – это смотря что сделать. А то и по голове можно получить, не просто поорать. Видишь, какие дискуссии здесь у нас развиваются. Замечательно, замечательно. Так, идем дальше. Елена из Рязани. Вопрос эфир. Можно ли, возможно ли привязка интуиции к ночным сновидениям? Как к ответу на какие-то поставленные вопросы? Ну, даже, я бы сказал, невозможно, а в какой-то мере, пока человек, так сказать, вовлечен в жизни, не во сне, во все, что только, только не в то, что надо, то у него остается только возможность получить ответы на вопросы или где-то предупреждение, где-то просто описание, где-то необходимые инструкции во сне. И к этому относятся все серьезно. не только там сонники какие-то написаны, а ведь интерпретации снов или что-то еще правильной интерпретации. Это серьезная вещь. Единственное, что чем глубже, ну, как бывает, я думаю, что все так помнят, что так бывает, что вот точно зная, как вот это устроено, либо там целое мироздание у тебя все перед глазами, как устроено, как летать, как что-то делать. Думаю, сейчас вот я проснусь, я тут новую таблицу Менделеева нарисую. Начинаешь просыпаться и все уходит. Потому что из нечто многомерного, которое приходит к нам во сне, там, где мы бываем, там, где мы как раз и бываем в области бесконечных знаний, мы сюда привнести в трехмерное, да, причем 3D у нас 3D плюс T, да, 3D вроде как мы там вверх, низ, право, влево, еще есть время, которое мы тоже сделали линейкой. Очень тяжело. То есть практически невозможно. И вот расширяя, преобразовывая свое сознание с помощью практик, упражнений, образа жизни, человек старается сделать так, чтобы он смог привнести то, что он получает во сне, интуитивным инсайном, принести в этот ограниченный наш мир, чтобы его дальше строить, дальше совершенствовать. То есть, да. Да. Вот когда ты рассказывал это все, мне в голову вспомнился такой, пришел анекдот, кто-то там про наркоманов рассказывает, кто-то просто про сновидение, но про сновидение. Мужику постоянно что-то снилось такое умное в голове. Снилось, снилось, снилось. Просыпался, все забывал. Я приходил к учитель и говорит, учитель, что делать? Снится мне что-то умное, что-то великое, прямо вот Нобелевская премия. Просыпаюсь, ничего не помню. Он говорит, ты давай, ты вот помедитируй, введи состояние в такое вот. И как только у тебя что-то придет, мысль, не задумывайся, просто рука сама пускай пишет и все. А утром увидишь свою гениальную мысль. Так и сделал, положил на пумбочке ручку, положил тетрадочку, развернул ее, заснул. И вдруг, как его что-то торкнул такое, он быстро так, не просыпаясь, не открывая глаз, тащупал карандаш, что-то такое рука там записала и опять заснул. Утром просыпается такой счастливый, думает, ну наконец, наконец-то сбылось. И читает, банан большой, а шкурка больше. Вот такие бывают великие мысли. Итак, продолжаем. Интерпретация, аппарат такой. Да-да-да. Елка, вопрос в эфир. Потомственные ясновидящие передают свою гибкость ума по родовым каналам. Возможно ли это? Видать, у елки там наследственные ясновидящие есть. По наследству вот интересует, они там что-то передали или что-то зажали? Ну да, есть так называемая практика прямой передачи. Они об этой практике больше всего знают из буддийских практик, из буддийских источников. Там это очень распространено и введено в ранг серьезного такого процесса. Хотя, в принципе, практика прямой передачи осуществляется всегда всеми. Родители передают гены свои. Прямой передачи. По наследству, наследственность такая, да, там какой-то десятый, двадцатый колено, оно передает тому, что есть сейчас. Передаются знания учителям, ученикам. Кто-то уловит это все на вербальном уровне, а кто-то более глубоко. И так далее. То есть, вот привязывать гибкость с ума по родовому каналу, да, наверное, можно так сказать, что передают. Но можно передать, а можно прервать передачу. То есть, это существует особый процесс, что касается потомственных и сновидящих, передают свой дар другим. Если, может быть, знаете, читали, вот цыган точно, они выбирают, так сказать, выбирают, кому передать. Это происходит такой некий ритуал. По-разному может быть. Просто если, ну, может быть, родители кому-то рассказывали, бабушки, дедушки, я думаю, что все так знают. Допустим, если кто-то имеет дар, умирает, он подзывает кого-то, держится за руку, и вот умирает так, а получается, что дар переходит к тому человеку. Главное, что ДНК к этому уже приспособлена, поскольку это одно и то же ДНК. Вот Нарада написал, а мне сегодня снилось, что я гранату кидаю. Ну, только это запомнилось. И шаги у нас сегодня рассуждения. Ну, кидаешь, главное, чтобы попало. Не задумывайся, к чему. Главное, чтобы не убил никого. Нет, главное, чтобы попало, куда надо. Если уж кидать, так надо знать, куда кидаешь, и до чего. А тут нельзя только уже говорить, а что не убил. Если ты кидаешь, значит, уже принято решение, значит, так надо. Вопрос, чтобы попал. Так, ну, ладно, вот по поводу передачи. Да, существуют эти разные, вот ты правильно сказал, там у цыгана, и есть еще чернушники различные, когда вот там говорят, ой, как там бабка мучается передать некому. Такие, сколько там идет прям рассказов страшных, когда там ведьма какая-то черная, чернушка умирала и не может передать, и там выла на всю деревню, пока там кого-то не нашла, пока тот в дом не зашел, она там до руки не дотронулась и после этого умерла. И он теперь принял ее. На самом деле, можно как передать, так и прервать. Вот ты очень правильно все сказал, тут дополнить нечего. Другое дело, что надо понимать, если вам это по жизни необходимо, и вам это даст что-то для развития, если этот инструмент вам очень нужен, то тогда, вы готовы, вернее, принять этот инструмент, то тогда вы просто-напросто обращаетесь к своим родичам или родичи обращаются к вам, даже если их с вами уже нет вот здесь в Яве, и вы получаете эту информацию. Главное, чтобы вы были готовы, вам это было необходимо. Иногда бывает так, что мне это нужно, но я не готов. Тогда фигушки получше это называется. Вот когда и готов, и нужно, вот тогда оно приходит все. То есть, по необходимости всегда все это и дается. Да, именно так. Дальше идем, дальше идем. Так, про потомствах ясновидящих поговорили. Вопрос эфир от Данила. Здравия с ведущим. Владимир Анатольевич, в развитии интуитивного сознания способны ли обеспечить доступ к единому информационному полю Земли, логос Земли и тому подобное? Благодарю за ответ. Ну, частично ты уже ответил, может, что-то дополнишь здесь? Действительно, не то, что возможно, а это и есть то самое поле, которое называется хрониками Акаши, это и есть информационное поле Земли. И Земли, как планеты, и в то же время знаний, которые может человек переварить, может существа, которые живут на нашей планете, переварить. Вот так будем говорить. Да, но надо еще не забывать, что есть хроники, которые находятся вокруг какого-то рода, вокруг человека, вокруг рода, вокруг Земли, вот где вот там эгрегориальные какие-то, целиком земельные. А есть еще более высокий уровень, что называется, галактический, вселенский и так далее. Вот нам бы некоторые даже со своим родовым не могут разобраться, а не то, что там уже как-то хроники Акаши. Давайте последовательно будем двигаться, чтобы мудрость эту познавать и применять, главное, без ущерба себе. А иначе это будет пример, как обезьяна с атомной бомбой. Зачем ты по ней долбишь камнем? А у меня еще одна есть. С гранатой, которую кидают. Да, которую надо куда-то кинуть и попасть. Не, ну, зачем ты, сидит обезьяна, лупит кирпичом по атомной бомбе. Другая подходит, ты что, дура, взорвешься? Она же взорвется. А у меня еще одна есть. Ладно, идем дальше. Про это ответили. Вопрос эфира от Владимира Измитеевича. Все уже написано про интуицию, безмолвное знание и внутренний диалог. Владимир, почему люди книг не читают? Как на этот вопрос отвечает твоя интуиция? О, как завернул. Ну, не просто отвечает. Есть целая тема, даже как может превратиться в интересный практический инструмент. Называется матрица слоев общественного сознания, которая у нас, по-моему, она следующая и заявлена. Сейчас расписания нет, поэтому не отвечу. Да, заявлено следующая. Кратце могу сказать следующее, что человечество создало себя благодаря общению, благодаря вовлечению своего сознания в это общение. И так получается, что настолько вовлеклось, что ему стало не до своего сознания, как факт, как своего настоящего сознания, своей субъектности. То есть, вовлекая свое сознание в нечто, так сказать, в построение общества, построение цивилизации, очень часто человек теряет субъектность. И тогда ему уже до фонаря эти книги, ему нужно, он выполняет то, что ему диктует роль, который он занимает в этой цивилизации. Поэтому задача-то как раз самая лучшая, если кто-то там решил спасать человечество, еще это помочь людям возвращать их субъектность, выводить из матрицы слое общественного сознания. То есть, из чего матрица собственность состоит. Ну, наверное, в следующем мы в эфире расскажем подробно, но это действительно большая забота. Много написано, много есть, а вот желания или воли, как туда попасть, нету. Ну, бывает, что... Принцип такой, доктор, дайте мне таблетку. Дорогой мой, тебе надо заниматься физподготовкой, дышать свежим воздухом, кушать хорошую пищу. Не-не-не, это все долго, вы мне даете таблетку, да? Абсолютно верно. Да, из-за серии. Или, как бывает, дети придумывают игру, на нее начинают играть и так увлекаются, что они в этой игре начинают жить. Вот из этой же серии. И забывают о том, что надо делать уроки, забывают о том, что есть папа с мамой, есть какие-то обязанности по дому, надо вообще как-то жить, надо куда-то что-то делать и ходить, а они вот в этой игре живут. Вот у нас с людьми такая же глобальная игра сейчас и происходит, когда цивилизация, так называемая, всех втянула. Сначала кто-то создал эту игру, потом людей втянул, все так увлеклись, а теперь хватаются за голову, потому что игра оказалась не самая лучшая. Как теперь отсюда вылезти? А она уже всех втянула, уже все, правила игры вы приняли. И вот выходить из нее уже проблематично. Так что вот как раз, надеюсь, наши эфиры, они и будут посвящены тому, чтобы выйти из этой игры и начать жизнь, полноценной жизни. Вот мне очень этого хочется. Пора уже становиться все-таки не просто игроками, а хозяинами жизни и как-то изменять, наверное, себя и через себя уже что-то в этой жизни. Так, дальше. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Владимир, чем отличается ум от подсознания, разум от сознания? И как интуиция взаимодействует с этими понятиями? Благодарю. Ну, для начала я могу сказать, что понятие ум, подсознание, разум, сознание, оно столько имеет различных совершенно определений. Психологи по одному определяют, онтология того же буддизма вообще определяет абсолютную истину и относительную истину, рабочий ум. И ум с большой буквы. Поэтому здесь надо как-то, чтобы какие-то отличия проводить, нужно решать, а где мы находимся, в каком месте, о чем мы говорим. Вот если как-то попытаться ответить, ну, попробую я смешать все эти антологи, чтобы было понятно. Ну, давайте так. Как я это представляю, ну, во-первых, ум – это поток, непрекращающийся поток мыслей. То есть, такой, так называемый действующий только в линейном времени фактор или даже инструмент. Инструмент дискурсивный, то есть, как раз из логического мышления. Вот он работает, это инструмент. Разум – это инструмент, делающий выводы. Подсознание, как таково, для меня, например, ну, это психологический термин, подсознательное, коллективное сознательное. Я оперирую термином сознания, который пытаюсь вложить все, что касается не то, чтобы размышления, все, что касается отождествления человека, отождествления себя с человеком, на основании вербальных тех же практик, потому что сознание, то есть, ума без слов не бывает. Сознание, ну, сознание выражается через слова, но оно гораздо больше, чем ум. Ну, вот так, где-то очень мутно, но попытался объяснить. Как интуиция, да, еще как интуиция взаимодействия с этими понятиями, интуитивный слой сознания это такая, такой шлюз от конечного нашего ума, который действует только в ограниченном состоянии, поскольку поток идет, линейный поток стал быть ограничен. Вот этот шлюз соединяет с бесконечным сознанием. Кто-то может назвать абсолютом, кто-то может назвать Богом, кто-то может назвать атманом, с абсолютным сознанием, единым с абсолютным сознанием. Вот примерно интуиция в этом месте стоит. Хорошо. Вопрос эфира от Жени Макаровой. У меня была бессонница на грамме безумия. Давно я так решила сама, что это на грани, беда в семье, но меня поразил тот факт, что я, молясь Богу, роду, стал читать в стихах подобно скомароху скоро мор, очень необычные молитвы, речитативом. Потом, уже будучи спокойной, вспомнила, вспоминала об этом не без удивления. Что это? Кто говорил моими устами? Я мудаты? Я мадуты? Нет? Кто? Спасибо. Вот если бы я знал, кто такие я мадуты... Это тайна, покрытая мраком, но отвечать придется. Да, ответим, конечно. Значит, беда в семье. молилась Богу, роду. Ну, давайте так, мы с вами же говорили про род как большого человека и нас как клеточек. То есть, мы люди, мы принадлежим большому человеку как клетке. Да, мы, собственно говоря, может, ведем себя несуразно, где-то начинаем думать о себе как об отдельном человеке, то есть, рождаем в большом человеке какие-то там болезни. То есть, это вполне может быть вот таким отражением, ну, как клетка подхватила где-то ну, какой-то вирус или не вирус или где-то разбалансирование подхватила на интуитивном уровне, на уровне информации рода. И это все прорвалось благодаря чему? Благодаря тому, что контроль потерялся над субъектностью вашей благодаря бессоннице. То есть, когда бессонница наступает, когда вам, то есть, у вас мысли уже, вы устали мыслить, то есть, скорее всего, мозг устал мыслить совершенно, и у вас вот эта вот граница между интуитивным сознанием, то есть, объединением с рода и вами, она не только сама по себе стала прозрачной для контрабанды разного мыслительного действия, но и вы сами настолько устали, что сборка вашей личности пропустила это все, отдалась вот этому речитативу, и, наверное, я так понимаю, вы здорово устали после этого всего, но в то же время это каким-то образом закончилось, это вырвалось, прорвалось, зачем-то прорвалось, ну и как, знаете, как нарыв, да, вышел этот гной, и у вас все встало на место. Да, наверное, здесь, наверное, надо отметить, когда у человека какая-то проблема в семье бывает, то очень часто мысли в разные стороны, как помочь, и тем более, когда бывает так, что чувство человека, что он не может помочь, еще больше мыслей, еще больше разных сторон, куда вот все эти векторы ведут, и человек просто-напросто в мыслях уже начинает теряться, вот эта усталость, заботчинность постоянная, череда мыслей бесполезных, не может в них разобраться, и они крутятся, крутятся, вертятся, и не даются просто спать. Мозг устает, но при этом спать не может, потому что мысли навязчивые, и он их копается, копается, пытается найти ответ, а ничего найти не может. И вот тут, когда происходит какая-то медитация, молитва, или мова к чему-либо, или к кому-либо, в данном случае, вот как род здесь приводится, в пример, в этом случае производится упорядочивание, выстраивание вектора, обращение куда-либо, и мысли также выстраиваются. То есть, некая череда такая, выстраиваются мысли, они упорядочиваются, перестают просто толкаться, выделяется более главная мысль, все остальные отходят на второй план, и тогда уже вектор единый становится, уже не во все стороны появляется единый вектор, и тогда человеку проще уже становится жить на свете. И идет та подсказка, успокоение, появляется какая-то такая расслабленность, потому что что-то, хотя бы что-то в этой жизни определилось, вот хотя бы направление, и так далее. И идет уже эта помощь, потому что, ты же говорил про интуицию, что задаешь вопрос, тебе идет ответ, да, нет, а здесь немножечко другое еще выстраивается связь с родичами, с кем-то еще, кто-то приходит на помощь, и так далее. Вот это все надо учитывать, и психологические аспекты, и какие-то эзотерические аспекты, и родовые, и так далее. Вот поэтому здесь молитва, она упорядочила обращение к определенному существу или сущности, тоже упорядочила, и так далее. Здесь все вместе объединилось, Ну, я бы добавил, во-первых, уточнил бы, что не надо бояться, вряд ли какие-то ямадуты, и так далее, что вот человек и его род, это фрактально, то есть человек представляет род целиком. Любой человек представляет вот такое, может быть, парадоксально, но это парадокс фрактальности, поэтому вот вы не какие-нибудь какие-то ямадуты, а вы сами себе, получается, восстановили себя благодаря вот этой молитве и благодаря, наверное, все равно, так надо сказать, состоянию, в которое вы вошли, когда вас уже устали от мыслей, то есть логическое мышление упало, то есть от усталости, от всего, и включилось настоящее родовое мышление, и вот оно вас спасло. Вот реакция Жени, спасибо, я не знала, что у меня внутри такие знания мира, поклоны. Видишь, помогаем людям, прям по ходу у нас, прям сеанс целительства начинается, сеанс ответов на жизнетрепещущие важные вселенские вопросы. Итак, дальше идем, да, насчет ямадут, не надо бояться, тем более ямадут, не надо. Вопрос эфир от Жени Макаровой. Есть ли еще достоверные знания, которые берут целители, такие достоверные, как хроники, хроника Акаши. Есть китайские школы и их ученики, они работают с человеком, держа карандаш и бумагу, и рисуя. Не знаю, верить ли этой методике, ответьте, пожалуйста, я же, я уже ходила к таким, может быть, не стоит? Отвечать? Да. Давай. Не стоит отвечать. Нет, отвечать стоит, значит, смотрите, есть такой способ, метод называется психографика. То есть, человек в состоянии совершенно отвлеченном, то есть, прекращает внутренний диалог, выходит из себя, можно так сказать, и рисует, что вроде как попало, отвечая на какой-то вопрос. Есть, это тоже не так трудно этим овладеть, так что, в принципе, как один из методов, способов выведения информации из интуитивного поля. Но я бы предпочел бы вам посоветовать все-таки самостоятельно слушать себя, поскольку вы точно так же, как все целители и так далее, точно так же имеете в себе эти же хроники Акаши. Потому что, если мы говорим про рот, мы уже начали так говорить, я уже сказал, что человек и рот это одно и то же, а рот находится там, то есть, вот эта голография, эта фрактальность позволяет вам самой решать эти все свои собственные проблемы, тем более, что вы можете слушать себя, только никогда не бояться, потому что вы больше, чем человек, нет ничего. Человек, он, что здесь, кажется, вроде маленький, руки, ноги, голова, если он только действительно не отдал в вовлечении все свое я кому-то на сторону, он от бесконечности имеет совершенно одинаковые корни, одинаковые, даже сказать, полномочия, только он не хочет их брать, то есть, изначальное совершенство в каждом человеке. А что касается целителей, экстрасенсов, кто-то, наверное, более чисто эту информацию может привнести сюда, кто-то нет, ну, давайте так говорить, как бы не привносил через тебя информацию, человек, он все равно ее интерпретирует. Поэтому лучшего целителя, чем вы сами, нету. Согласен с тобой, у нас очень часто люди сбрасывают на кого-либо какие-то полномочия, не думая о том, что такие же полномочия и такие же возможности есть у него самого. Просто подумайте сами, вот Владимир правильно сказал, если вы живете на этой земле, и вас кто-то ведь породил, и ваше древо уходит корнями очень глубоко и далеко, и это уже род не в смысле земной, это уже род в смысле божественной, то что для него закрыто? Вот просто себе ответьте. Что для него может быть закрыто? Раз так, значит, так или иначе у вас это все проявлено и у вас это есть. Так просто-напросто перестаньте бояться и начните это делать. Начните себя развивать. И все у вас откроется. Дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Некоторые люди в эфире Славянского радио вещали, что проходили хроники Акаши и помнят предыдущие жизни, причем не один их десяток, но при этом ни один не заговорил ни на одном древнем языке, не дал какие-то исторически правдивые поправки, не осчастливил людей древнейшими высокими технологиями. Как отличить шарлатанов от действительно знающих людей в этих областях? Благодарю. Олег из Иркутска. Ну вот, действительно, как отличить от шарлатанов? И действительно знающие люди действительно знают что-то. Во-первых, есть такая притча про Фома неверующего. Это с одной стороны. Пока свои руки в твои раны не вложу, то не поверю, что это ты пришел живой. Помните, да? Про Христа. А во-вторых, с другой стороны, если человек действительно каким-то образом смог стать самим знанием, проходил, это неправильное выражение. Чисто даже физику, кто учил, представьте, что у нас линейное время. Мы все заморочены своим прошлым и думаем о своем будущем. Вот так устроено наше сознание. Причем это время мы сами лепим. А то, что выше линейного мышления в интуитивном слое сознания, там нет времени. То есть нету такого линейного распределения. То есть пройти там что-то невозможно. Можно либо все знать, все-все-все, либо кусочками вырывать что-то оттуда. То есть для того, чтобы осуществлять или иметь знания о хронике Акаши, как еще называется, или вообще интуитивной области, нужно иметь преобразованное сознание, стать полностью. Либо мы здесь находясь здесь, мы выщипываем то, что нам необходимо. То есть приклеенное, как вот удочку закидываем, оно приклеено к какому-то событию, к какой-то мысли, к какому-то эмоциональной составляющей. И мы пытаемся вытянуть оттуда примерно с такого же окраса. То есть мы четко знаем, это событие, оно здесь и событие, или действие, или информация, она к чему-то приклеена, вовлечена во что-то. А если не иметь такой удочки, то есть целиком полностью входить в эту область, то вот такой конкретики привнести просто невозможно, потому что все, что у нас в голове, это все время, это все у нас в голове. В жизни такого нету. То есть это все тянется с нами и за нами. И то, что говорят про карму, и то, что говорят про историю, это все тянется в человеческой матрице. В хрониках Акаши это все должно быть при любом запросе привязано к конкретным обстоятельствам. Так, ну вот, как раз Женя Макаров написал «Благодарю, мне это было очень важно, я-то сама слышу мысли людей давно». Вот, если мы даже одному человеку помогли разобраться в чем-то, я просто счастлив. Я счастлив. Ярагор, вопрос эфир. Есть ли мнение о графических программах развития интуиции Сергея Веретенникова, сайт «Твоя йога». Я, к сожалению, не знаю этого сайта Сергея Веретенникова. Значит, что касается развития интуиции, есть огромное количество разных программ, причем разных подходов характера, и гипноз, и сугестия, и НЛП, и аффирмация, ну, вероятное всего, и есть и графические программы, скорее всего, это ассоциативный подход. Просто исходя из очень интересного и точного определения замечательного даже не учения, а замечательных практик, направляющих нас к изначальному совершенству, начинается все с развития тела, ума и речи одновременно. Если эта практика развивает тело, ум и речь одновременно, то она хорошая, сразу могу сказать. Вот если развивает только одно из этих составляющих, то тогда она получается несколько, так сказать, однобока. То есть достичь интуиции можно, развивая тело, речь и ум, то есть без речи делать нечего, если мы не можем опознать наши мысли, которые вовлечены куда-то, мы их не можем извлечь, чтобы достичь интуиции. Вот когда мы сможем опознать себя полностью в уме, в теле и в речи, мы можем извлечь себя из потоков вот этих логического мышления, из потоков дискурсивных и таким образом дойти до интуитивного сознания. Если мы не можем извлечь себя таким путем комплексным, мы начинаем извлекать себя из этих потоков какими-то другими практиками. не могу судить, насколько они не то, что эффективны, а полезны и безопасны. Хорошо, вопросы мы с тобой прочитали, сейчас немножко с тобой пообщаемся, если появится вопрос, мы его обсудим, зададим вопрос. Но я хотел бы уточнить, а как проводятся все-таки занятия, так мы в прошлой передаче чуть-чуть коснулись этих, как проводятся занятия в твоих группах? Люди приходят в определенные дни, в определенное время, занятия проводятся определенные часы, или какие-то это все делается удаленно, какие-то даются задания, человек решает эти задания, выполняет, что-то там делает, и потом присылает какие-то ответы, где-то в каком-то месте встреча, или каждый раз случайные места, тогда об этом поговорим. Да, да, хорошо. Может, там подполье какое-то, сегодня встречаемся здесь, в Замфанатаном. Вот, не дай бог, ни в коем случае. Значит, есть методика достаточно простая, как я говорил, это вот методика первая, без которой тяжело заниматься с интуицией, это методика активации, синхронизации полушарий головного мозга, но она как военная, все расписано, как делать, что делать. Это собирается группа не менее где-то 6-8 человек, но не более 12, ну максимум 15, потому что работать нужно со всеми. И с 10 часов, обычно по выходным, до 16, с несколькими перерывами трудимся, трудимся, вот то, что я рассказывал, пишем, делаем, работаем с сознанием, после этого валимся с ног, поскольку вот как раз как у Жени Макаровой, уже не работает сознание, оно, так сказать, устает. А на следующий день, то есть это вот один кусочек по активации полушарий, а чтобы развить интуицию, необходимо два дня через месяц, два раза по два дня через месяц, это самый, это первый такой вводный курс, на котором второй день у нас теория, серьезная теория, которая подводит к пониманию интуитивного сознания через, ну через понимание времени, то есть то, что я сказал, только частично рассказал, что про время что-то такое сказал, а по-настоящему более, так сказать, глубоко в интуицию можно войти, если начать понимать, откуда у нас появилось линейное время вместе с логическим мышлением и как с этим бороться. А вот следующие два дня у нас занимает практики внимательности, то есть чтобы извлечь наше сознание из вот этих внешних мыслей, внешних каких-то эмоций, соотношений с людьми и так далее и внутренних необходимо им овладеть, то есть необходимо овладеть сознанием как средоточным вниманием и суметь вытащить свое внимание или сознание из окружающего мира. Вытащить не просто вытащить полностью, чтобы человек вошел в себя и остался в этой какой-нибудь медитации. Нет. Просто изъять рассыпанное, размазанное внимание, сосредоточить свое сознание и уже с ним работать. Это практики, они перемежаются с медитативной практики, с деятельными, то есть мы можем уже учимся быть в этом состоянии постоянно, и это позволяет нам размазанное совсем внимание, как энергия размазанная. Мы его раз, все вытащили и сосредоточили. Это как луч энергетический, который может влиять на все, что угодно. В пределах, конечно, за два-то дня сильно не заточишь, но он позволяет уже с помощью сосредоточения внимательности, внимания своего, он позволяет нам использовать полученные знания теоретические, и мы практические задачи решаем. То есть есть еще и самые простые упражнения, которые выявляют эту интуицию. Можно написать характеристику на человека, можно определить какое-то задание решить различного порядка характера, а самое важное это не вот эти чудеса, которые происходят, действительно чудеса происходят даже в первичных практиках, когда я рассказывал, 85-95% валидности, то есть верности определения людей по цифрам. Написал 31, а там фамилия какая-то человека определенного, которого люди и не знают, но зато известны его характеристики. Люди пишут на номер 31 характеристику, исходя из всех методов, которые они получили, и получают ответ. Но этими сейчас мы не занимаемся чудесами, мы занимаемся в большей степени о том, что я говорил, о более фундаментальном выводе своего сознания не только из дискурса, то есть приостановлении дискурса внутреннего за счет вывода своего сознания с помощью практик внимательности из внешнего и внутреннего вовлечения. Это все делается в классах, за столами, на стульях, нормально, все цивильно, в Москве. И есть еще курс вебинарный. То есть это вебинар, он, конечно, поменьше получается, поскольку очень большое, конечно, когда онлайн, большое напряжение существует, когда нет преподавателя перед глазами. Немножко поменьше, он 3-4 часа одно занятие, 4 вебинара проходят. Это первичные практики, так называемые основы и снабытия, которые занимаются первыми самыми шагами по приобретению интуитивного сознания. Еще два вопроса поступили. Здесь была такая реплика от Нарады. Курс подготовки снайперов какой-то. Так, ну что ж, наша жизнь вообще такая штука, надо точно в цели. Вот я сейчас отвечу на это, значит, это в других местах, это есть, но это в других местах. Хорошо, Солнце задает вопрос в эфир. Владимир, могут ли люди после ваших занятий получить знания напрямую из окружающего мира? Благодарю. Ну ты уже отвечал вроде бы так. Ну я бы сейчас еще добавил следующее. Я понимаю, о чем говорит, тем более Солнце. Есть, если так немножко уходить далеко, базовая форма, на которой мы живем, от которой получаем тело, как из праха вышел, в прах войдешь, да? Получаем тело и получаем время этого тела. Это планета, Земля. Это следующий, следующий этап занятий, на которых мы занимаемся синхронизацией с базовой формы. То есть мы сливаемся с Землей, с царствами природы, ну и так далее. Настолько, что через понимание времени природы, времени планеты нашей, настолько, что действительно более конкретизируем, что ли, если интуиция это нечто такое огромное для всего, а тут мы конкретизируем то, что принадлежит Земле. То есть знать природу через эти практики становится легче, лучше. И действительно просто изумительно смотришь, вот мы проводили такой выезд, очень интересный, когда наши товарищи, которые учились, они определяли сознание листа на дереве. Начиная от дерева, роща, листа, то есть входили в состояние сознания листика. Оно очень похоже на человеческое состояние, что он такой самостоятельный и думает, что он может один существовать без дерева. Дерево по-другому мыслит, роща по-другому. Это изумительный опыт, то есть это вещь, запоминающаяся надолго. Так, а ты стал говорить про листы, как он думает о сознании листа, как-то так на мысли стало, на мысли стало подвигать. Ладно, вопрос эфир от Олега из Иркутска. Вера – это сияющая мудрость, то есть верить – это значит знать наверняка. Это я насчет Фомы неверующего отвечаю. А теперь вопрос. Интуиция открывается только здравомыслящим людям с высоким уровнем осознанности или маргиналом тоже везет иногда. Благодарю. А вот тут как раз можно отвечать очень просто и схематически. Практики сами по себе вот эти физиологические они приводят в состояние нормальности. Первые в них уже включены практики активации доступа к интуитивному сознанию. Мы уже говорили фрагментация мыслей и так далее и тому подобное. Я могу сказать, что они если их исполнять, если их то первичный доступ спонтанный такой небольшой он у всех появляется. Маргинал не маргинал. Но вот что с этим делать если у тебя вовлечено твоя мыслительная деятельность в эту маргинальную деятельность то есть оно не свободно оно зашорено оно где-то там внутри себя переваривает перекручивает да еще эмоционально то что мы тоже говорили об этом что там с отрицательными эмоциями еще как-то так далее то это просто будет мешать и дальше человек не пойдет то есть сами практики они включаются у всех а вот что с этим делать людям то есть у нас если сознание очень схематично схематизировано это мы будем говорить в слоях общественного сознания в следующий раз почему это и как это то человеку тяжело выйти из этих схем из ограничений то есть схемы это ограничения а вот маргинал он ограничен со всех сторон человек свободной воли свободной доброй души открытой конечно у него больше возможностей потому что он открытый он практически на лету не только вылавливает все это он еще это все получает ему строится и отдается все здесь написано не в эфир но я все-таки зачитаю гость звучит как работник НКВД шутка и слова и голос и стиль все необычно приятно слушать так дальше идем НКВД давно уже нет ничего мы поняли о чем солнце вопрос в эфир Владимир после слияния может ли человек управлять стихиями о как солнце высоко берет ну давайте так что после слияния и понимания общей сути всего такого вопроса у вас не встанет хорошо ну что ж я думаю что основные вопросы мы раскрыли мне хочется чтобы все-таки эфир у нас был не размазан а такой скомпонованный как сегодня длина такая полтора часа вполне подходит я думаю что у нас еще будут дальше продолжаться встречи поэтому мы будем в этом же духе продолжать и вот только хотел закончить вопрос эфира от Владимира вернее так от Ярагора Владимира есть мнение прибором по развитию интуиции Мирзакарима Нербекова который представляет собой цилиндр с двумя кнопками на каждую из них псевдослучайно подводится несколько киловатт с малым током цель угадать кнопку где нет заряда и нажать при неудаче получаешь легкий удар током очень быстро развивает интуицию без действия речи если не считаешь ее при получении удар током вот так вот то есть бразильская такая система не успел убежать крокодил тебя сожрал что думаешь по этому поводу ну это шутка наверное все таки нет нет есть такая ты что есть серьезное такое направление как собачка Павлов помнишь дрессировали загорается лампочка потом ток бежит не среагировал значит получает удар током вот из этой же серии это такой уровень подсознательного обучения интуиции в общем-то как ты сказал это не наш метод мы немножко по-другому я бы этот прибор сломал на первом же разе ну ладно интуитивным методом да ну опять же я говорю на мой взгляд это не наш метод это слишком упрощенный такой уровень животного начала про маргиналов когда я говорил про схематичную технику да это действительно уровень схемотехника он к результатам не приведет никаким нет он приводит к результатам просто это знаешь как это как биоробот обученный а человеческая это убирается именно вот животное начало такой биоробот вот им ну интуиция к доступу к интуитивному слову сознания не будет 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 к теням есть такое еще понятие тени от центрального мира к теням будет ты знаешь я думаю есть же разные уровни есть уровень животных связи между животными растения между собой хорошо общаются муравьи отлично между собой общаются да такой коллективный разум вот на этом плоскостном уровне горизонтальном все работает нормально то есть человек начинает чувствовать на самом деле интуиция продолжается а вот туда вот в родовую память генетическую свою память вот еще выше уже залезть будет тяжело потому что там уже не уровень физики работает там другой уже уровень вот поэтому вот этот метод он хорош вот на этом если хотите на уровне обезьянки остановиться на уровне макаки на уровне собачки Павлова то вполне хорошо вот я представил физиология и уровень рефлексов это уровень растений я представил каково будет изобретателю который все это ощущал быть это после того как он покинет этот мир точно растением будет ну я не знаю будет не будет но наверное свою миссию для чего-то здесь выполнял может быть кому-то и это надо было пройти да 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 это так мы не будем задумывать так значит так вопрос в эфир генон но к сожалению не по-русски интуиция это опыт накопленный предками так что ли получается по отношению к вашей деятельности можно так сказать но мы мы об этом уже говорили что есть род род находится на этом уровне а интуиция в зависимости как вы настроены хотите вы будете работать только с родовой с родовым опытом хотите будете работать мы говорили же многослойно все будете работать с знаниями всего-всего-всего или только планеты это зависит от вашей настройки а первично первично нет никаких попаданий как таковых это надо еще работать и работать чем в принципе мы занимаемся когда синхронизируемся с землей потом уже в следующих занятиях чтобы было глубже то есть первичная интуиция она сильно так сказать мы ее не сможем определить когда мы только входим в нее к чего это и как это можете обратиться осмысленно обращаться в своих вопросах если вы будете еще пока задавать вопросы а не станете если это интуитивный слой не станет вашим полностью вообще нет никакой привязки вы к роду или не к роду а пока вы этим не овладели вы можете обращаться обращаться к роду как это тоже делает вот сделала мы про Женю говорили она же обращалась к роду когда что-то там творилось она обратилась к роду и от рода получила собственно решение своего вопроса надо понимать что все-таки не воспринимать этот мир таким плоскостным он все-таки более интересный и если мы говорим опять же про род вы не забывайте что есть род тут ваша семья есть род это предки которые уже шли это уже целая пирамида за вашей спиной там тысячи миллионы предков стоят а есть род тот который все породил представляете куда там можно залезть еще дальше вот на чем вы себя ограничите то вы будете получать вот кто-то себя ограничивает на уровне растений или таких двигающихся растений или мыслящих растений или как стойки там муравьев колонии муравьев или стойки птиц кто-то этим себя ограничивает а кто-то идет дальше поэтому что вы о себе мыслите куда вы направлены в общем-то то вы и получаете полная воля Полная воля Поэтому, как вы себе представляете, то и получаете Ну что ж Все-таки солнце, солнце, солнце В эфир Ой, а можно немного про тени пояснить? Коротко, солнце вопрос задает Про тени Попробуй солнцу объяснить, что такое тень Такая шутка есть Это не шутка уже Это вопрос Попробуйте про тени объяснить солнцу Коротко так А можно немного про тени пояснить? Ну, очень много иллюзорных миров Человек строит вокруг себя И очень часто попадает в эти ловушки Он думает, что это интуиция Что это что-то нечто А в принципе это отражение от его сознания То есть это тень его сознания Которая он считает, что это действительно дошел Поэтому Практика верификации сердцем Она в этом случае очень важна Используйте ее, чтобы понимать Что вы работаете не с тенью чего-то Ну, как можно сказать Давайте так Немножко уходя, наверное Очень интересно Ну, интересно будет Вы говорили об этом Про ясновидение Сейчас проходим Очень серьезный курс С группой Ну, подготовленных людей Так будем говорить Не одно десятилетие подготовленных Которые видят Обладают тем самым ясновидением Целительством и так далее И когда мы начали заниматься С практиками внимательности И понимать Откуда же все-таки Человек смотрит Когда Видит там Насквозь органы И так далее Через практики внимательности Оказалось, что смотрит через Третью чакру Через пупок То есть никакого там Третьего глаза И в мире не существует Потому что Этот уровень Это уже уровень Бесформенного Там, где не может быть Вообще проявления И понятия И вид То есть там Видеть формы нельзя И интерпретировать их нельзя То есть получается, что Это тень Тень этого уровня Этой чакры Находится Ну, колографически Опять же Каким-то образом В каждом слое В каждом чакре Есть все остальные Присутствуют Их тени Есть оригинал А есть все Ну, или Копии И так человек думает Что он там Между глаз У него там Третий глаз Или внутри там Мужички И он смотрит Видит это Ясновидение С этим третьим глазом То есть это ясновидение Смотрится из пупка Из Слоя Так называемого Слоя взаимоотношений Форм А не из интуиции Вот это вот Что такое тени Надо помнить Что слово Живот У слоя Означало Жизнь И поэтому Если третий глаз То он должен быть Как раз В животе То есть В жизни А не где-то там Ясно Ну и такой вопрос Те напоследок Чтобы уже Закончить тему Опоздал Пишет Генон Прошу все-таки По-русски вопрос В эфир писать И представляться По-русски Извиняюсь Может пропустил А кто вас обучал Тому Что вы делаете На занятиях НКВД Шутка Тем более Как я отвечу На такой вопрос А вот подписку давал Не имеет права Говорить Нет Я могу сказать Что Практик Которые Преподаются Нету В этих органах Понятно А вот здесь Когда про солнце И тени Мы говорили Что солнце Не может видеть тени Потому что Благодаря ему Тени образуются И они всегда Против солнца Стоят Солнце поэтому Спрашивает Что такое тени И вот здесь Данил написал Это прям как Про Деда Мороза А что такое лето Спрашивает Дед Мороз Ну что ж Давай желать Нашим радиослушателям Сегодняшней передаче Что-то доброе Светлое Хорошее Исходя из темы Развития интуитивного Сознания И уже будем Заканчивать передачу И будем Дальше уже готовиться К следующей передаче Ну очень хотел бы Во-первых Благодарю за вопросы За внимание Я чувствую Что действительно Оно есть Это очень хорошо Замечательно просто Побольше бы у нас В стране людей Которые бы Интересовались собой Своим родом Своей жизнью Своими возможностями Своим настоящим Человеческим я И думаю что Доступ К интуиции Или вообще Жизнь в интуиции У всех уже недалека Поэтому желаю Собственно говоря Здравствовать И жить В себе полностью Хорошее пожелание Вот когда ты говорил По поводу того Что наш Не наш метод Вот мне в голову Пришло следующее Вот представьте себе Вы обращаетесь К какому-то Гипнологу Или Какому-нибудь там Умному дяде С разными Электронными Причиндалами Говорите Вот развей во мне Интуицию И он начинает То вам на голову Что-то денет То вам иголкой Куда-то уколет То вас транс ведет То там еще Что-то сделает Ну вы же должны Понимать Если кто-то Что-то делает За вас С вами же То задайте себе Вопрос А вы тогда где И не использует ли Он вас В своих целях Ваша жизнь Тогда где Кто вы В этой жизни Вот самый простой вопрос Поэтому вы должны Понимать В эту жизнь Вы пришли Сами В этой жизни Вы живете Сами И уходить Из этой жизни Придется Вам И все Что вы в этой жизни Сделали Сами Вы это С собой Унесете Если кто-то Что-то сделал За вас Это его заслуга И он Это вынесет С собой Напоминаю Что сегодня У нас 24 ноября 2016 года Четверг По одному Из современных Календарей По одному Из старинных 24 день Месяца Новых Даров 7525 лета Третейник Мы говорили Про развитие Интуитивного сознания С автором С ведущим Владимиром Анатольевичем Лукашенко Я напоминаю Что у нас Еще впереди Множество Интересных Встреч С Владимиром Так что Следите За анонсами С каждым разом Как в сказке Все будет Интересней И интересней Не пропускайте Передачи Развивайтесь Становитесь Здравомыслящими людьми Все Вашей власти Все Ваших сил В силах Более того Что вы можете сделать Вам никогда Не дадут Желаю вам Всего самого доброго С вами был Народное Славянское радио До новых встреч Друзья мои Услышимся Народное Славянское радио Все нужно Все важно Славянское радио Славянское радио Славянское радио